МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Доброе утро! И как обычно, в 8.10 мы, Влад Портнов и Светлана Звонарева. Рады приветствовать вас этим утром. 14 марта сегодня. Среда, середина рабочей недели. Ну и вот только некоторые темы этой программы. Деловой завтрак. Рецептами успеха поделится председатель Государственного комитета Татарстана по архивному делу Ирада Аюпова. Приятного аппетита! Очередной простой, но вкусный рецепт. В стиле не только для лица. Ботокс для волос может решить сразу несколько проблем. Начнем программу с маминых забот. Рано или поздно наступает момент, когда женщине необходимо надолго отлучаться из дома. На работу, на учебу. Да, и прежде работающих мам заменяли бабушки. Сейчас же на их место все чаще приходят новые помощники. Профессиональные няни. Подбор домашнего персонала. Непростая задача, к которой необходимо подойти с максимальной осторожностью и ответственностью. Чтобы выбрать лучшую няню для вашего малыша, воспользуйтесь нашими советами. Найти для своего ребенка такую няню, как Мэри Поппинс, мечта любых родителей. Одни ищут нянь по объявлениям, другие с помощью кадровых агентств. Но найти ту единственную, которая подарит малышу заботу и ласку в ваше отсутствие, не так-то просто. Более того, все чаще родители сталкиваются с недобросовестными нянями, от которых можете пострадать вы и ваше чадо. К сожалению, от таких случаев никто не застрахован. Поэтому родителям важно знать, как правильно вести себя с няней и как выстраивать с ней отношения, начиная с ее первого рабочего дня. Когда вы няню выбираете, первое время, конечно, важно уделить тому, чтобы проверить, можете ли вы доверять этому человеку или не можете доверять, потому что вы доверяете, в общем-то, в жизни ребенка этому человеку. Возможно, какое-то время лучше с ней вместе побыть, посмотреть, как она контактирует с ребенком, идет ли к ней ребенок, как она ведет себя в вашем доме. Конечно, вы можете подружиться с няней, выплачивать ей премии и делать подарки, но помните, что излишнее внимание к ней может плохо кончиться. При вас она может быть доброй и спокойной, а наедине с ребенком вести себя совершенно по-другому. Подстраховываясь, некоторые родители устанавливают видеокамеры. Если у вас нет такой возможности, то советую мне ожиданно вернуться домой и обратить внимание на поведение няни. Проследите, как она ведет себя в конце рабочего дня. Выглядит ли усталой, что рассказывает о достижении детей и их поведении. Вы можете также замечать какие-то моменты напряженности в отношениях ваших с ребенком или посмотреть на то, как он контактирует с вашей няней, опять же, и там посмотреть какие-то такие проявления. То есть по буквально обычным проявлениям ребенка вы можете посмотреть, насколько устраивает или не устраивает его контакт с его няней. Если контакта с няней не получается или вам кажется, что она плохо справляется со своими обязанностями, можете смело начинать поиск новой няни. Если же у вас нет никаких сомнений в ее профессиональных способностях, то можете смело продлевать с ней договор. Как подойти к выбору няни, вроде бы разобрались. А вот как подготовить малыша к тому, чтобы в доме появится помощник? Ну, не просто помощник, а человек, который на какое-то время заменит маму в ее отсутствии. Об этом поговорим с детским психологом Эллой Русиновой. Доброе утро. Доброе утро. Эл, ну давайте разбираться, нужно ли готовить ребенка к появлению няни в доме? То есть нового человека в доме, который будет с ним находиться достаточно долгое время. Я понимаю всю ответственность выбора и вообще вот этого дела большого, серьезного, да, но я предлагаю не напрягаться на эту тему, самое главное – расслабиться. Как происходит обычно в жизни. У мамы есть подруги, они приходят пить чай, разговаривать, у папы есть друзья, иногда они сидят вместе, что-то обсуждают. Мы делаем то же самое. То есть такой же новый человек – наш друг, скажем так. Нужно его преподнести как нашего друга. Теперь он будет и твоим другом. Причем чем меньше вы преподносите, тем лучше. То есть вы просто общаетесь с человеком. И этот человек, если он умеет общаться с детьми, а нам ведь нужны именно такие люди, да, то этот человек сам настроит этот контакт. Да, вот критерии основные какие при подборе няни? На самом деле наблюдательность, она самая главная в этом деле. Потому что каких-то вот фиксированных вещей, да, ну не стоит на это опираться на самом деле. Наблюдайте за тем, как этот человек себя ведет, насколько он искренен, насколько он естественен. Посмотрите, как он общается с ребенком. Здесь у него шаблоны общения какие-то, фиксированные какие-то способы контактировать, или он действительно по-настоящему общается. Это ведь какой-то срок должен пройти. Да, да. Это вот хорошо, что вы заметите. Это как бывает, вот как это называется, испытательный срок. Ну да. Вот может быть такое? Испытательный срок. И нужно наблюдать не только в первую встречу, а и постоянно. То есть вы оставили ребенка, потом возвращаетесь домой, и наблюдаете, что с ребенком, какой он, какой он изменился, открывается ли он вам, разговаривает с вами, что рассказывает, чего не рассказывает. Ну и нянь тоже. Чем более открытые отношения у няни с вами, тем вот можно ей больше доверять. Ну а может быть какой-то возраст есть? Или еще один вопрос, образование какое должно быть у няни? Или никакого не должно быть? Просто по знакомству порекомендовали, и все нормально. Это зависит от задач, которую вы ставите перед няней, и от возраста ребенка. То есть если это совсем малыш, то, конечно, приоритеты отдаем просто, что это человек добрый, душевный, внимательный, заботливый. Если это постарший ребенок, вы, наверное, ожидаете все-таки образовательной какой-то уже активности от него. То здесь смотрим. На самом деле наличие высшего образования для няни, конечно, не главное на самом деле. Если вы не видите в ней именно гувернантку. Для этого же есть другие люди, другие профессии. Это учителя, преподаватели, репетиторы. Хорошо, а в обязанности няни тогда что входит? Какой возраст? Давайте пойдем с малышей. То есть он ухаживает, няня ухаживает, заботится, меняет пеленки, общается. Если постарше, то... Кормит, гуляет. Кормит, гуляет обязательно, да. Вот мамочка говорит сразу важный момент. Отмечает. Постарше становится это уже. Учит со сверстниками общаться тоже, поддерживает его в этом. Ну и так далее. Если ребенок без репетиторов учится, то няня, конечно, помогает ему, скажем, в организационном моменте она его усаживает за уроки. Есть такие суперняни, которые еще и уроки помогают делать. Главное, чтобы не делали за него, потому что тогда нет смысла обучения. На какой период... Представим, начало только контакта с няней. Мы оставляем первый раз ребенка с няней. Какое время? Это может быть час-два, чтобы посмотреть, как они контактируют? Или сразу можно довериться? На целый день оставить? Прислушивайтесь к своей интуиции. То есть я не стала бы вообще первый раз оставлять. То есть это в течение всего дня или сколько-то часов няня общается. Это как в детском саду. Вот адаптация идет, а в ребенка оставляешь на пару часов, на несколько. Ну, в детском саду это все-таки у нас государственное учреждение. Вы можете действительно успокоить эти люди, которые там работают, они под контролем. Здесь я бы не стала вообще оставлять первое время. То есть первые несколько часов мама дома находится, и няня общается с ребенком. Второй день, возможно, тоже мама еще дома находится, и няня общается с ребенком. И вы наблюдаете. И только затем первые уже оставляем первые часы. Бывают ведь такие случаи, как мы знаем, да, то, что вот бывает обманчиво, скажем так, и внешность, и поведение няни, при родителях они одни. Добренькие, хорошие. Да, совершенно другие. Вот как с этим быть, как это распознать? Или как это может быть вот на раннем этапе пресечь? Уличить, может, проблемы какие-то? Да, да, я согласна. Действительно, такой тип личности бывает, который вот внешне совершенно никак ты не поймешь, вот что за человек. А такие могут быть маркеры, индикаторы. А с такими людьми дети будут больше болеть. Будут происходить странные вещи. Будет что-то ломаться в доме, будут какие-то нестыковки, что-то вот не случайно. И все как будто случайно. То есть опять наблюдение. Ну и, конечно, дети, они же с этой няней, вот они с ней время проводят, и вы видите, что какой он становится. Наблюдайте за его состоянием, за его настроением. Что он рассказывает, что они делали. Причем вот такая, знаете, жизнерадостность, какая-то яркая, активная у ребенка, она может тоже быть маркером совсем плохих историй. Наблюдайте за тем, насколько он естественно и уверенно себя чувствует. Если это такая жизнерадостность, плещущая через край, напряженная, можно подумать, а что же происходило в мое отсутствие. То есть естественность, спокойное состояние души. То есть родители должны доверять своей интуиции. Интуиции. Да, да, да. Интуиция нам подсказывает, что сейчас мы сделаем небольшую паузу, после чего обсудим еще парочку тем. Важная, важная история о ней. После рекламы продолжим. Оставайтесь на ТНВ. Продолжаем нашу программу. У нас в гостях Элла Русинова, детский психолог. Мы говорим про нянь и детей. Светлана, у вас еще один вопрос назрел. Давайте. Нет, Элла, вот допустим, выбираем мы няню. Ну, родителям каким-то причинам не понравилось, допустим. Выбираем вторую, опять что-то пошло не так. Вот как часто действительно можно менять нянь, и как это на ребенке отразится? Ну, ничего хорошего нет, конечно, в том, чтобы часто менять нянь. Ну, вот имейте в виду, если он уже какое-то время общался с этой няней, он к ней привык. Ведь дети тоже, они уже душой прирастают. И тут резкая смена нянь, конечно, ничего хорошего в этом не будет. Но если родители чувствуют, что это... Серьезная причина должна быть веская. Серьезная веская, да, если родители видят, что это действительно серьезно, то, конечно, не стоит задерживаться. Это человек в вашем доме, это человек уже часть вашей семьи почти. Ну, и возраст, конечно, тоже очень важный момент. Возраст ребенка, с которого можно использовать услуги няни, да, и в котором уже точно не надо. Ну, ограничителей точных нет, конечно. Наблюдайте, опять-таки. В самом раннем возрасте, ну, страшновато, конечно, малыша своего доверить чужому человеку. Но бывают ситуации, когда родственники совсем не подходят для этой роли. Тогда нужно просто очень аккуратно выбирать няню. А верхний предел? Верхний предел. Я боюсь, что с определенного возраста дети сами не позволят нанимать им какую-то няню. Подростковый, да, переходный возраст, когда я сам взрослый уже. Да, они просто не позволят, да. Ну что, Элла, спасибо большое. Самое главное, мы запомнили, что не боимся нянь, но вместе с этим прислушиваемся к своей интуиции, правда? Да, однозначно. Спасибо вам большое, отличного дня. Мы продолжаем. У нас гороскоп на очереди, первые шесть знаков. Слушайте внимательно, возможно, эти советы настроят вас на нужный лад Овны. Ну и продолжай. Ну ладно, хорошо, Овны, внимание, день не безнадежно плох, но и радостным он не будет. Придется справляться со всеми проблемами своими силами, на что идет масса энергии. В любовной сфере не стоит вести себя поверхностно в чувствах. Ну, как всегда, впрочем. Тельцу необходимо попробовать новые способы достижения цели. Если сами не сообразите, что и как, то обратитесь к опытным друзьям. Вечером старайтесь избегать обещаний и клятв в любви. Ну а вот близнецам, вот близнецам стоит больше верить в себя и свои силы, чем доверять кому-то из рабочего окружения. Да еще и волнение на любовном фронте вполне обоснованно, хотя вы исправно исполняете все капризы своего избранника. Раку предстоит встретиться или общаться с людьми, которые ему абсолютно не симпатичны. Что ж, не все складывается так, как нам хочется. Главное, не злитесь и не ехидничайте во время разговора. Это тяжело. Львы, у вас непростой день, беспокойство ожидает из-за маленьких детей. Ну, если что, не они ездят. Не суетитесь в сложный момент. Не суетитесь в сложный момент. Да, все правильно рассчитайте. От подсчетов в сфере личного бизнеса пока откажитесь, еще не время. Ну, а деве предстоит пережить немало противоречивых моментов, но после этого жизнь стремительно наладится. Главное, не паниковать и не давать воле агрессивным выпадам. Держите себя в руках. Продолжение гороскопа позже, в конце программы. Обязательно его дождитесь. Ну, а мы приглашаем вас на встречу, которую организовали для учащихся одной из казанских школ. На деловой завтрак пригласили главу Татарстанского госархива. О чем говорили дети с Ирадой Аюповой, узнаем прямо сейчас. Доброе утро. С вами Гульнара Махмутова. Значит, время делового завтрака. Департамент продовольствия пригласил нас в кафе «Рита в ритме». Гость программы – председатель Госкомархива Аюпова Ирада. Ирада, доброе утро. Расскажите, а что такое архив и интересно ли молодой красивой женщине работать в госслужбе? Архив – это безумно интересно. Почему? Потому что в каждом из нас живет маленький человек, у которого тысячу почему. И вот попытка найти ответы на эти почему – это и есть работа архива. Ирада, сегодня на наш завтрак приехали старшеклассники школ города. Скажите, а какие современные технологии используются в работе с архивом? Архив – это в первую очередь управление информацией. Но поскольку современные технологии, они приходят к нам на помощь именно в управлении информацией, то мы используем практически все, что сегодня, все современные тренды можно найти в архивах. Это и, безусловно, аналитическая система, которая объединяет информацию об архивах всех муниципальных районов нашего государственного архива. Это и вопросы интеллектуального поиска, потому что не всегда по названию документа можно понять, есть там ответ на твой вопрос или нет. Это и вопросы цифровизации, оцифровки контента. Вы знаете, что сегодня бигдейт – это искусственный интеллект, это очень модные тренды, мощные тренды. Но для того, чтобы данные были не только те, которые формируют нашу потребительскую модель, что мы кушаем, что мы едим, но и то, что именно аналитическая составляющая, вот это тоже мы пытаемся цифровать, распознавать и, соответственно, использовать как материал для принятия последующих управленческих решений. Какой самый древний документ хранится в нашем архиве? В нашем архиве, в архиве Республики Татарстан, Госархиве, хранится документ, рукопись XII века. Это сибавайхи, это грамматика арабского языка. Это большая-большая рукопись. Фрагменты этой рукописи расположены в различных частях земного шара. Есть еще более десяти фрагментов этих, и соединить их всех воедино, кстати, помогут в том числе и современные технологии. Какие интересные проекты у вас будут? Этот год для нас уникальный, потому что это, с одной стороны, год столетия архивной службы Российской Федерации, с другой стороны, год столетия архивной службы нашей Республики. Безусловно, мы будем проводить мероприятия, которые привлекают внимание к труду архивиста. Но ключевым мероприятием у нас будет проведение в апреле конференции, которая связана с первым вопросом IT-технологии. Конференция международная называется «От пергамена к цифре». Сегодня уже подтвердили свое участие в ней более 50 субъектов Российской Федерации и более 25 стран мира. У вас есть молодежный совет при архиве. Чем он занимается? Мы создали молодежный совет для того, чтобы объединить самых инициативных ребят в нашей отрасли. Но на самом деле это не только поиск каких-то проектов, которые в перспективе стоило бы реализовывать. Мы хотели бы в большей степени через вот этот молодежный совет осознавать, что нужно сегодня молодым. Хотя у нас очень много молодежных проектов сегодня реализуется. Это и Тарихи Бранч, это проект с форумом татарской молодежи, когда мы обсуждаем документальные источники. И это школа юного архивиста, которая у нас запущена с декабря 2017 года. Друзья, департамент «Продовольствие» приготовил для нас очень вкусный и полезный завтрак. Приглашаю вас подкрепиться перед началом учебного и трудового дня. Приятного аппетита! Наш главный завтрак подошел к концу. Спасибо большое, рада, что уделили нам время в вашем плотном графике. Желаем ребятам отличных оценок, от телезрителям хорошего дня. И ждем вас всех в архиве. Если у вас появился сын, прекрасно. Ну а если появилась дочка, замечательно. Каждый родитель знает, что мальчики и девочки – это два разных мира. И к воспитанию в каждом случае подходят по-разному. Так экспрессивно говорила, я потом сейчас скажу, родился сын, замечательно, дочка? Ну не знаю. Нет, нет, на самом деле, более того, сами дети знают, что и то, и то прекрасно. И мальчики, и девочки – это хорошо. Смотрите их рассуждения о том, собственно, кто такие мальчики и девочки. Их мысли не только забавны. Мы расскажем про мальчиков и про девочек. Мальчики не похожи на девочек. Мальчики играют с мальчиками, а девочки играют с девочками. А когда мы идем на улицу, мы играем вместе. Но девочке нужны цветы, чтобы их поливать, и они станут такие красивые. Девочки любят танцевать, петь и кушать макаронные. Они все принцессы, но только без колонн. А колонны одевают только на праздники. А мальчики не любят колонн. Они любят драться. Мальчики все сильные, потому что они занимаются спортом. Играют в шахматы, а девочки – в куку. А когда они вырастут, пойдут на работу, а девочки – на красоту. Девочки лучше, а мальчики сильнее. У мальчиков короткие рукава и короткие волосы. А у девочек длинные волосы и длинные рукава. Мальчики носят в уборке с ракетами, а девочки – пальцы с титрочками. Мальчики и девочки друг с другом дружат, потому что они добрые. Ну вот последняя мысль была самая главная, по-моему. Нет, а мне понравилось, что девочки лучше, а мальчики сильнее. Но девочки все равно лучше. Ладно, ну мы, собственно, продолжим. Тему противостояния мальчиков и девочек. Следующие три минуты посвятим вопросам, которые большинству мужчин неинтересны и непонятны. Но зато вам, мужчинам, важен результат этих советов. Речь пойдет о ботоксе для волос, в результате которого они восстанавливают свои свойства и выглядят роскошно. Проводить эксперименты на свои шевелюры – одно из любимых женских развлечений. Накрутить, распрямить, мы видим по тебе, Светлана, сделать сложную укладку, закрепить тонный лак, расчесать все это гнездо на скорую руку. Так все же для вас, мужчины, дорогие наши. Смотрим. Недостаток солнечного света, полезных микроэлементов, витаминов, должного ухода – все это факторы появления сечения и ломкости волос. Как быстро привести в норму тусклые и хрупкие волосы? Для того, чтобы волосы выглядели ухоженными и красивыми, не обязательно сразу прибегать к красителю. Сейчас предлагается большое количество уходовых процедур и средств. Например, в нашем случае отлично подойдет так называемый ботокс для волос. А на самом деле эта процедура называется термореконструкция. В состав ботокса входят такие компоненты, как эластин, циэнноаминокислоты, витаминный комплекс, гиалуроновая кислота, растительные масла. Основным компонентом являются молекулы интрасилана. Они попадают в волосяной стержень, укрепляют его и облегчают проникновение других питательных веществ. Для первого раза самое оптимальное – начать промывать именно кожу головы и скальп. То есть зону волос наиболее близкой к нашей коже, к нашей голове. Поскольку шампунь довольно агрессивен, потому что он призван к подготовке волоса, открыть максимально кутикулу, нам нужно следить за тем, чтобы максимально-максимально полно его сныть. Ботокс – это ухаживающая процедура. И в отличие от кератинового выпрямления, не убирает объемы волос и не утяжеляет волос. Второй стадией у нас является нанесение нашего состава на волосы. Ботокс для волос рекомендуется для женщин, чьи волосы утратили привлекательность. Для продолжительного результата процедуру лучше повторить несколько раз. Процедуру можно проводить как в салоне, так и в домашних условиях. Мы убираем излишки, и в дальнейшем состав будет просушиваться феном, не смывая состава с волос. Мы выдержали 30 минут с момента нанесения состава. Частичный состав впитался у нас в волосы. Остаточки мы сейчас досушим с помощью фена холодным воздухом. К противопоказаниям относятся беременность и лактация, заболевание эпидермиса, активное выпадение волос, аллергия. Поскольку все же это процесс термореконструкции, на последнем этапе мы фиксируем наш результат с помощью утюжков. Вот и наш результат. На выходе мы получили ровные, гладкие, напитанные волосы. Они стали тяжелее, но в хорошем плане, и мы не лишились объема у корня. Ботокс призвано омолодить наши волосы, сделать их более здоровыми и крепкими. Процедура весьма комфортная и приятная. Занимает чуть больше часа. Сейчас анонс программ на сегодняшний день на нашем канале. Вам будет из чего выбрать. Внимание! В поисках истинного звучания и исконных мотивов Они отправляются в путь в самые отдаленные поселения. Чтобы увидеть своими глазами, чтобы услышать, как звучит история. Каравай сегодня в 13.00 на ТНВ. Он родился в грязном, холодном, прокуренном вагоне, а затем прославился на весь мир. Об истории жизни великолепного невозвращенца Рудольфа Нуреева и его посещении Казани расскажет этот фильм. Смотрите в 13.30. Он знает, как при минимальном количестве времени приготовить вкусное блюдо. Сегодня мы готовим очень вкусное блюдо – ленивые манты. Певец Айдар Сулейманов делится своим рецептом, который сможет сделать любой мужчина. Часто, кстати, на нашей кухне используют слово «ленивый» и все получается достаточно вкусным. Сегодня проверим. Секреты татарской кухни. Сегодня на ТНВ. Ну что ж, да, вам выбирайте остаться дома сегодня у телевизора, либо выйти на прогулку. Но для этого нужно знать, какая будет погода. Да, синоптики нам обещают постепенное потепление. Насколько ослабнут морозы днем и в ночные часы, знает наш коллега Даньяр Кенжаев. Даньяр, привет тебе! Рассказывай про погоду и еще чем-нибудь интересненькое. Ребята, всем здравствуйте, доброе утро. Итак, сегодня 14 марта и в старину в этот день дули достаточно сильные ветра. И как мне кажется, они приносили с собой теплые денечки. Именно поэтому крестьяне наконец-то выходили из своих домов, чтобы открыть посевной сезон. Ура, товарищи! А главной народной приметой о погоде сегодня является то, что если 14 марта дует достаточно сильный ветер, то это значит... А, достаточно сильный, но теплый ветер, то это значит, что лето будет очень дождливым и прохладным. Кстати, о погоде в Казани. Сегодня температура днем составит минус 6 градусов, вечером будет минус 10. Атмосферное давление сегодня составит 760 миллиметров тутного столба. А относительная влажность воздуха будет 70%. У меня на этом все. Всем отличного настроения, друзья. Грейте себя и своих близких. Весна пришла. Пока. Пока, Данил Юрк. Все, Данил Юрк констатировал. Весна пришла. Никогда я так не радовался. 6 градусов со знаком минус. Тепло, жара, ура, наконец-то. Сейчас небольшая реклама, мы продолжим. Впереди много всего интересного. И снова здравствуйте. Эту часть программы начнем с разговора о коллективном отдыхе во время праздников. Все еще отойти от праздников не можем. Постепенно уходит прошлая установка, что праздник – это мероприятие для галочки с огромным фуршетом вместо каких-либо развлечений. Ну и так для всего, для дня рождения, свадьбы, Нового года, корпоратива с коллегами, все потихонечку начинают приходить к тому, что просто сидеть в застолье и праздновать есть – это не очень интересно. Как меняются запросы окружающих, поговорим с ведущими праздничных мероприятий, Русланом Мазитовым и Фаридом Галимовым. Доброе утро, джентльмены. Здравствуйте. 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 Рады вас видеть. Почему есть-то не как бы… Есть тоже хорошо, просто дети есть. Но еще и нужны развлечения. Да, вот как сейчас. До чего заказчики доходят, кроме застолья? До чего не доходят, мы не можем говорить. Это конфиденциальная информация. Ну вообще нет, просто сейчас люди больше тянутся уже как-то даже культурно обогатиться на самом празднике. Не праздник ради праздника. Культурно обогатиться – это у вас, наверное. Ну нет. А у заказчиков культурно разориться, так? Без этого никак не обойтись. Но все-таки нет, люди уже стараются занять и себя, и гостей какими-то новыми интересными штуками, вещами. Там художников приглашают, какие-то классы. Да, вот какой тренд сейчас, вот что сейчас модно? Обычно же так бывает, но как пошла волна. Топ-три идеи. Топ-три идеи. То есть не просто собрать артистов и посмотреть какую-то программу, а еще какую-то концепцию внести в программу, может быть, тематическую, то есть люди сами наряжаются. Тематические вечеринки. Да, то есть вариантов бывает очень-очень много, то есть, ну вообще просто. Все, что есть на этой плане. Ну вот вам что запомнилось, может быть, у вас у каждого такое, что вы вау, вот что-то новенькое, вы же действительно очень много видели мероприятий. Не то, что, но необычное. Самый удивительный, да, ответ на этот вопрос практически невозможен, потому что каждый раз на празднике происходит что-то новое, это всегда удивляет, это как-то ты к этому... Вот дают, да? Да, вообще, конечно. А так, все, что происходит на празднике, реально остается на празднике. Ты вот, выходя после праздника, все стирается. Не специально, а все действительно как-то там остается. Ну это хорошо, это хорошо. Насколько сами люди готовы участвовать вот в таких интерактивах, да, то есть полностью переодеваться, преображаться, и как часто вы видите директоров, таких солидных людей, которые говорят, так, сегодня я буду Гарри Поттером, и сегодня все будут Гарри Поттерами. Это самое безобидное еще. Насколько люди сами активны? Люди очень бывают активными, иногда бывает даже до того, что сотрудники говорят, генеральный, не подходите, он ничего делать не будет. Приходят мероприятия, а генеральный вместе со всеми пляшет и на конкурсах, и переодевается в костюмы, хотя говорят, не трогайте его, не трогайте. Нет, это на самом деле люди раскрепощаются и полный отрыв. Это они тоже люди. Да, что удивительно, но да, они тоже люди. И здесь, ну действительно, здесь настрой человека, ну и так как мы подведем к тому или иному какому-то интерактиву, либо действию, надо же с правильной стороны подойти к человеку. Да, вот как вы на самом деле тоже готовы ли вы меняться, вместе подстраиваться под концепцию, скажем так, праздника? Давай, Фарит, еще раз так сделаем, мы всегда готовы меняться. Все индивидуально, на каждом мероприятии ты приходишь изначально, ты, как бы этим мы, как бы славимся тем, что мы универсальны, мы приходим на мероприятия, мы видим, да, здесь молодежь, здесь можно, и шутки более, скажем так, Открытые. Открытые, вот так назовем их, да. Свободные. Да, видишь, когда сидят какие-то большие люди, и иногда будут и первые лица республики, ты понимаешь, что там таких шуток не пройдет. Не пройдут они. Да, и соответственно, ты ведешь себя по-другому. Еще какие? Еще какие? В какое-то время была, когда вышел фильм «Стиляги», была очень популярна тема «Стиляк», да, на всех праздниках. Каждый второй все переодевались. Сейчас есть что-то вот, топ какой-то вот тоже. Какой-нибудь фильм, не знаю, фильм, артист, что-то вот тематика какая-то. Они прямо так вот шли, вот, понимаешь, как выходил какой-нибудь модный, стильный фильм, все вот как бы вот нас менялось. Ну, сейчас... Сейчас и последнее время. Потом, помните, Гэтсби появился, все, черенки Гэтсби у нас постоянно менялись, да? В прошлом году... Пиратка Римского моря, пиратские черенки шли. Сейчас скажу, в прошлом году была свадьба в стиле «Игры престолов». О-о-о-о! Кстати, да. Я тоже был удивлен, что мы должны выбрали эту не совсем романтичную, как бы, тему. Да, она там... Но, но все оказалось проще. Сейчас, выбирая тему, это все выходит только в декорации. И все. И эта женщина-юбиляр была мать драконов. Видимо, да. И драконы ей приносили подарки. Ну, хорошо. Мы только что пережили 8 марта. Да, как вы пережили, кстати. Давайте вместе мы пережили. Пережили 8 марта, да. Все хорошо. Мы видели новые машины припаркованные. Собственно... У нас сейчас середина марта. Какие праздники большие впереди? К чему люди готовятся? К чему, может быть, нам стоит готовиться? Нам, не сведущим в этом? Ну, у нас, у ведущих идет впереди свадебный сезон. Это летний сезон. То есть подготовка идет. Каких таких глобальных праздников сейчас впереди? Ну, 1 апреля, наверное, День дурака. Сказ. У нас же день. Это международный праздник профессиональный. Международный профессиональный праздник наш. К чему готовимся? Ну, впереди чемпионат мира по футболу. И будут проходить мероприятия. Кстати, да, вот какие мероприятия по этому случаю будут? Ой, тут будет много всего. Похвалимся, Руслану уже звонили. Нельзя об этом было говорить. Нет, все. Не звонили. О, Боже. Не звонили. До сих пор не звонили? И кто-то звонил, короче. Здесь идет слава еще с Олимпийских игр, когда я там работал ведущим. И как-то вот по спорту все это. То есть крупные мероприятия какие-то уже будут, да? Я-то думал, будешь в защите игры. А какие-то корпоративные вечеринки уже намечаются? Вот болельщики прям вот захотели какой-то вот организовать между собой? Ну, этого пока вроде не было. Ближе к делу. Это, наверное, ближе, да. Ну, хорошо. Когда они съедутся. Самый главный совет, самая главная мысль для всех, кто готовится к какому-то большому торжеству в своей жизни. Ну, свадьбу, корпоратив, юбилей какой-то, да? Самая главная мысль, с которой нужно подходить к комбинизации. Ну, кроме того, что вас приглашают. Да, да, кроме этого. Самое главное, надо обратиться к профессионалам. Потому что очень бывает большая ошибка у людей. Они вроде бы обращаются к профессиональному ведущему, но вот на программу все остальные мы составим сами. Это часто бывает, и это бывает большая ошибка у людей. Заказчик говорит. Да, они думают, что они сэкономят чем-то. То есть нужно сразу все включено, вот так вот пакет лучше покупать. Лучше обращаться в профессиональные вединг-агентства, какие-то ивенты агентства, которые все это профессионально вам все организуют, напишут сценарий, пригласят артистов, проследят за всем. И тогда вы будете просто отдыхать и веселиться, а не так, что... Получать удовольствие, да? А не так, что невеста сидит за столом и думает, а приехал у нее артист или нет, как бы. Ну что ж, господа, невесте надо о другом думать вообще. Конечно, она должна отдыхать. Поголноваться по другому поводу. Это точно. Спасибо вам большое, желаем удачи в грядущем сезоне свадебном, и не только. У нас, кстати, тоже есть профессионал, профессионал своего дела, Камила Хакимольна, которая сейчас нам расскажет, что интересного происходит в Казани сегодня. Внимание. Доброе утро, дорогие зрители. Сегодня 14 марта, и с вами Камила Хакимулина. Экватор недели предлагаю отметить душевно, а помогут вам в этом два замечательных концерта. Словно звездочка ночная, В полотене горит костер. Цыганская душа русского романца. Леонсия Эрденко. Романсы в исполнении Леонсии – это старинная музыка в современной манере звучания вокала и инструментов. При этом в нем сохранен дух первозданных мелодий. Это песни сердца и любви, отражение истины цыганского темперамента и эмоций. Открытие шестого международного фестиваля Ларта Дэл Арка. На фестиваль 2018 года приглашены Леи Джу, Родион Замуруев, Моника Лесковар, Денис Шаповалов, Никита Борисоглебский. В программе концерта, открывающего его, казанская премьера, романс для скрипки с оркестром Свенсона, а также сочинением Мендельсона, безе, шнитке, фролова. Они прозвучат в исполнении казанского камерного оркестра «Ля Примавера» и солистов Леи Джу, из Великобритании, и россиянина Родиона Замуруева. Какой же музыкальный намечается вечер? Но это не все на сегодня. Поклонники театра тоже найдут себе в нашей рубрике один интересный спектакль. Отель «Вегас». Представьте, что в городе, где живет около 100 тысяч человек, открыт отель с громким названием «Вегас». Сотрудников здесь чуть больше, чем самих посетителей, а именно 6 человек. 6 серопрелестных девушек разного возраста трудятся в «Вегас» круглосуточно. И их размеренная жизнь течет своим чередом. Пока. Впрочем, приходите и увидите все сами. Конечно же, в Казани сегодня будет еще много всего. Но самое интересное собрано в нашей рубрике, где каждый день вместе со мной вы сможете составить увлекательные планы на вечер. Пока-пока. Ну что ж, культурное меню мы изучили. Теперь будем изучать меню, ну, настоящее. Будем сейчас удовлетворять наши кулинарные аппетиты. На очереди рецепт приготовления куриных... Чего? Правильно. Нагетсов. С точным количеством калорий, что немаловажно для людей, соблюдающих диету. Сегодня мы приготовим куриные нагетсы по диете Дюкана и салат с яблоками и сельдерей. Подготовим курицу. Говоря о пользе куриной грудки, важно сказать, что в среднем 100-граммовый кусочек филе содержит 23 грамма белка, 2 грамма углеводов и 1 грамм жира. И всего 113 килокалорий. Поэтому это идеальный продукт для спортсменов и людей, придерживающих низкоуглеводной диеты и здорового питания. Сейчас мы к курице добавим йогурт и специи по вкусу. Оставляем курицу промариноваться на 30 минут и займемся панировкой. А сейчас смешаем измельченные отруби с сыром. Наша панировка уже готова. Курица маринуется. А пока займемся салатом. Почистим и измельчим сельдерей, яблоки, грецкий орех. Творили курицу. Сейчас нарежем ее на мелкие кусочки. Добавим пару ложек йогурта и специи по вкусу. Наш салат готов. А сейчас вернемся к наггетсам. Возьмем куриное филе и обмакнем в панировку. Отправим наши наггетсы в разогретую духовку до 180 градусов на полчаса. Как только кусочки курицы приобретут золотистый оттенок, выложите их на тарелку и подавайте немедленно. Наш здоровый салат и наггетсы готовы. Вкусно получилось. Ой, бонапетит там написано. Вот так утром выходишь на кухню, а там шеф-повар такой. Да еще и с такими наггетсами. Слушай, ну это мне кажется... И утро, и день задался. Ладно наггетсы приготовить, где шеф-повара-то найти, а? Сложно, сложно, сложно. Но зато у нас есть люди, которые вам сейчас расскажут про гороскоп. И это мы со Светланой. И нам пришло время завершать наш прогноз. Да. Итак, сегодня весам нужно в срочном режиме закончить важные дела, а также уладить отношения с деловыми партнерами. Если весы покажут свои слабые стороны, то потери им обеспечены. Так что держитесь. Прям какой-то такой серьезный рабочий день. Среда все-таки. Скорпиону в любви понадобится не только терпение, но и полное доверие партнерам. Не вводите в заблуждение себя и того, кто открыл вам свое сердечко. И с ревностью будьте осторожны. Опасная штука. Доверяй, но проверяй. Стрельцы и день сложатся удачно только при условии, что вы сосредоточитесь на важных делах. А вот зачем вам хладнокровие в любви? Наоборот, вам нужно быть максимально нежным и настойчивым с избранником. 14 февраля прошла, а мы до сих пор даем такие советы. Наверное, это правильно. На каждый день. Любовь должна побеждать. У Козерога не будет ни одного шанса, чтобы уйти в уныние или расплакаться от досады. Наоборот, ждите хороших новостей, добрых людей и моря радостных эмоций. Чем больше Козерог будет доверять своему сердцу, тем крепче сложатся отношения с любимым человеком. Опять про любовь. Гороскоп рекомендует Водолею на повестку дня вынести главный вопрос о здоровье. Иначе вы загоните себя в такой угол, что дело дойдет до серьезного лечения. Ох, грустно как-то. Завершаем предсказаниями. Для рыб вам обещан успех и прогресс в важных делах. Решительное идите к цели, не тратьте время на сомнения и долгие разговоры. Благоприятным будет день и в личных отношениях. Ну а насколько будет хорош день с точки зрения погоды? Нам, как всегда, расскажет Данилер Кенжаев. Да, 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 Данилер к нам возвращается. Данилер, приметы, погода. А, ничем не пахнет, ребята, потому что он пластиковый. Но скоро, совсем скоро все почечки набухнут, цветочки все раскроются и будет пахнуть весной. Привет, привет, ребят. Еще раз всем доброе утро. Здравствуйте. Я, как обычно, рассказываю вам с утра пораньше о погоде. Но для начала я хочу рассказать вам пару интересных народных примет сегодняшнего дня. Итак, первое. Если 14 марта выдалось достаточно теплым, то это значит, что хороший урожай уродится у бобовых. А вот если же сегодня заморозки, то это значит, что плохой уродится гречиха. Гречиха. Звучит, как имя. Можно, например, назвать свою дочь так. Пожалуй, свою так и назову. Ладно, это была шутка. Ребят, погода прекрасная. Светит солнышко, играет музыка. Можно с утра пораньше гулять. Одному, если вы не любите народ. О погоде в Казани. Сегодня температура воздуха днем составит минус 6 градусов, а вечером будет минус 10. И целый день будет солнышко нас радовать, но будет малооблачно. У меня на этом все. Всем отличного настроения, друзья. Грейте себя и своих близких. Пока-пока. Пока, Данил, спасибо. Несправимый романтик Данил. Кстати, он это дерево к нам в студию принес. Где? Где оно? Я видела, но мы об этом никому не скажем. Где оно? Ты что? Я подумал, Сакура, думал, он в Японии, что ли. Как он так успел переместиться? Ничего себе, до чего дошел поожать. Данил. Но он молодец, он молодец. Завтра тоже про погоду, кстати, расскажет. Кроме всего прочего, повторы наших программ вы можете найти, ну, во-первых, на нашем сайте tnv.ru. Также находите наш канал в YouTube, канал ТНВ. Там есть выжимка, самые интересные интервью, самые интересные сюжеты. И, конечно же, если у вас есть какие-то вопросы, идеи, предложения, Да, пообщаться с нами лично, высказать свое мнение. Высказать свое фи или вау. Своё хорошее мнение. Как вам угодно. Все это вы можете сделать в нашей группе ВКонтакте. Утренняя программа «Здравствуйте». Здравствуйте. Ну, а вот что вас ждет завтра в 8.10 на нашем канале. Праздник всех нас. Что нужно знать и помнить не только во Всемирный день потребителя. Не дожидаясь карнавала. Как сделать забавный ободок с ушками. Расходуем папины запасы. Как создаются детские рисунки на пене для бритья. Итак, это и многое другое завтра во сколько? 8.10 на телеканале ТНВ. Утренняя программа «Здравствуйте». Рада вас каждый день насыщать полезной информацией. С вами сегодня, впрочем, как и всегда, были Влад Портнов, Светлана Зонарева. Завтра встретимся здесь же в это же время и на том же месте. А сегодня мы желаем вам хорошего продолжения дня. Весна пришла. Ну да, пришла. Минус 6 на улице. Очень тепло, замечательно. Всем удачи. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова